Торжественный митинг, посвященный 78-й годовщине освобождения Станицы Славянской, прошел в парке 40-летия Победы. В мероприятии приняли участие руководители района и городской администрации, ветераны боевых действий, представители общественных и молодежных организаций. С днем освобождения Станицы Славянской собравшихся поздравил глава муниципалитета Роман Синеговский. Уважаемые земляки, день освобождения Станицы Славянской – это один из главных праздников нашего района. Героическая дата в истории нашей малой Родины. Мы пришли сегодня на этот торжественный митинг, и сердце каждого из нас наполнено чувством гордости, благодарности воинам-освободителям, дорогим ветеранам и труженикам тыла, всем, кто сражался за мир на нашей земле, кто восстанавливал Станицу тяжелый послевоенный период. Мы помним всю историю и воспитываем детей и внуков на примерах героических судеб славянцев старшего поколения. Учим любви к Родине, уважению к прошлому своей страны, своего края и нашего славянского района. И каждый из нас глубоко осознает, как важно сохранить мир, который отстояли для нас герои-освободители. Низкий поклон всем ветеранам и труженикам тыла за нашу мирную благополучную жизнь в родном славянском районе. С праздником, дорогие земляки! Война оставила неизгладимый след в истории нашей страны, жизни каждого ее жителя. Все ужасы фашистской оккупации испытали на себе и славянцы. На территорию нашего района захватчики вступили 11 августа 1942 года. И сразу же начали устанавливать немецкий порядок. Грабеж, расстрелы, пытки, принудительный труд. За время оккупации, а длилась она 8 долгих и страшных месяцев, фашистами были убиты и замучены более 3000 мирных жителей. В основном это были женщины и дети. В январе 1943 года начались активные действия по освобождению Кубани. 23 февраля войска Северокавказского фронта перешли в наступление. Чтобы отрезать фашистам пути отхода на Таманский полуостров, было принято решение силами 58-й армии нанести удар вдоль плавней через хутора Забойский, Солодки, Беликов, Станицы Петровскую и Черноярковскую и выйти на хутор Свистельников. 11 марта части 9-й и 37-й армии подошли к протоке. Началась подготовка к форсированию реки. Бойцы 295-й стрелковой дивизии проявляли чудеса мужества, но все попытки переправиться и закрепиться на противоположном берегу терпели неудачу. Фашисты хорошо подготовились к обороне. Линия обороны вдоль протоки, она как-то забыта, она была сильно фортификационно укреплена ячейками, дотами, дзотами, минными полями, на перекрестках стояли, даже урытые были и минометы, и пушки пристреляны на ту сторону прорыва, и в домах даже, которые сохранились, в домах, где можно было снайпера сидеть, автоматчики. Линия обороны это называлась «Посейдон», она идет по немецкой обороне, проходит, но она как-то так прошла быстро, потому что с помощью нашей хорошей задоро-новала станица практически была быстро освобождена, и такое продолжение получилось, уперлись уже в более мощную голубую линию, которую взламывали, начиная с конца апреля, почти до сентября месяца. Неся огромные потери в ледяной воде протоки, под постоянными обстрелами, в ночь на 23 марта бойцы 395, 295, 389 стрелковых дивизий начали переправу у станицы Славинской, и утром того же дня она была освобождена. 4 апреля был освобожден весь район. Поисковиками были установлены имена 18 600 солдат и командиров, погибших в боях из освобождения Славинского района. 1 698 бойцов пропали без вести при форсировании рек Протока и Кубань, а также в плавнях. Более 5 тысяч красноармейцев сложили головы в боях на голубой линии. 23 марта – это особый праздник для славинцев. Это наш День Победы. Праздник скорби и памяти по всем погибшим. От имени Славинской районной общественной организации ветеранов войны труда, от имени всех ветеранов, к сожалению, которые сегодня здесь с нами не присутствуют, разрешите вас поздравить 78-й годовщиной освобождения станицы Славинска от немецко-фашистских захватчиков. Годы все дальше и дальше отделяют нас от тех драматических событий. Но память о защитниках Родины, отдавших свою жизнь за свободу и независимость, будет в наших сердцах жить вечно. Мы низко кланяемся всем ветеранам, воевавших на полях сражений, всем славятся самотверженно трудившимся в тылу на благо победы. Наш священный долг – хранить память о великом подвиге нашего народа, чтить его, как историю доблести, высокого патриотизма и силы духа. Важно знать и помнить историю своей страны. И молодое поколение это понимает. От лица молодежи Славинского района на митинге выступила член Всероссийского военно-патриотического общественного движения Юнармия Александра Шелудько. Мы, нынешнее поколение, должно помнить о подвигах былого, хранить славные боевые традиции отцов и дедов. И сегодня с глубокой памятью и благодарностью мы, заступая на пост номер один у Вечного Огня, помним о том, какой дорогой ценой заплатил наш народ за то, чтобы мы могли спокойно трудиться, радоваться мирной жизни, строить планы на будущее, быть уверенными в завтрашнем дне. Каждый из нас должен делать реальные дела во благо Отечества, чтобы наша Родина оставалась сильной державой. За это сражались и погибали наши деды и прадеды. В память всех погибших в годы Великой Отечественной войны участники митинга почтили минуты молчания, а затем к вечному огню возложили цветы. Великой Отечественной войны Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».